за популярностью. Так, мы в кафешке Хлопске-Идло, да? Хлопске-Идло. Популярная кафешечка. Градска-Девиз. Прикольная. Адрес Градский А9. Значит, смотрите, что мы заказали. Заказали грибной суп. 19 он стоит, вот их. Каждая по грибному супу. И заказали галлонка. Это рулька. Галлонка за 53. За 53. И пиво Наташа себе берет. Наталья взяла себе темно пиво. За 19 темное пиво. Ну, сейчас посмотрим, что нам принесут. Я еще хотела гирунув, но Олечка сказала, что это будет перебор. Да, хватит. Я думаю, что мы наедимся. Не надо много брать. Сейчас нам принесут, мы все покажем. Порекомендуем, потому что вот очень много хороших отзывов. Порекомендуем, приходить, не приходить. Наташа принесли уже ее шикарное темное пиво. И вот такую вот, как аперитив, да, закусочку нам принесли. Наташенька сейчас попробует. Наташ, очень нравится, что собачка там прекрасная. Такая спокойная. Да, ну давай, Наташа, что это такое вообще? Сальце, я думаю. А ну давай. Ну, пахнет очень вкусно эти. Ну, конечно, кишка мычу и голодные. Ну, давай порежу клетчик. Ну, как хочешь. Ну, а что, он на волоке так и будет. Ну, можно такой шмак хлеба, наложить сальца, с огуречиком будет вообще смачно. Такой цвет пива еще шикарный. Ну, я же темненькое заказала. Ну да, ну давай. Даже интересно, что это такое. Смолец, наверное, какая-то. Ух ты. Это я такое не люблю, кажется. Не, ну интересно. Не, ну, пока ты попробуй и давай снимаем, пока тебя. Треться, смолец. Ну, шкварки это. И огурчик, бери. Дуже жирно. Понятно. То иди, я тоже покуштую, поим теке огурчик. Огурчик бомба. Ну, вот такой привет от чопских хлопцев, да? Как вы? А, хлопская идла. Хлопская идла. Вот, хлопская идла и довольная Наташа. Реальные боровики. Это не шампиньоны. Ну, принесли уже как минуты через четыре, да? Ну да. Принесли нам вкусное ассорти из смальца. Ну, правда, он достал жир. Жирноватый. Ну, когда мы ездим с огурчиком, то, конечно, пополотать там что-то. Давай, делитесь. О, там такое, что это такое, это как эти макароны. Мне кажется, мы точно найдемся, но рулькает вообще супер. А ну, давай, Наташа. А ну, давай, не жалко, да? Наташа не жалко. Ничего, мы все будем кушать, а что же будем кушать? Ну, расскажи вкус. Ты знаешь. Я хотела взять борщ, но потом подумала, когда еще с грибами. ППМ, в Эмиратах-то точно вряд ли. Это как, ну, это не Вермишель, я не знаю, как что-то. Ну, это как Вермишель. Ну, вопрос в том, что мне немного кисловато. Они вот как делают, как будто бы эту, как вы скажете, журок. Да, у журок кисловатостью. Ой, я как раз хочу сейчас кислинки покушать. Но аромат, боже, аромат вот именно на этих грибах. Аромат просто персик, да? А вот же грибы. Именно натуральный гриб. А это что? Это гриб, боровик. А это что грибы? А еще пиво, ты говоришь, немножко горьковатое, да? Ну, черное, черное, черное. Ну, вкусно, да? Да, вкусно. Польский, мы его называем польский гриб, да? Хотя боровики и польские, они, по-моему, разные грибы. Ну, все, приступаем к супчику и покажем вам потом рулечку. Ну, как твое мнение? Офигенный народ, такой вкусный. Даже так, кислота не сильно чувствуется, но я такое хотела. Просто. Скажи, какой аромат грибов, да? Аромат суп такой вкусный, я передать не могу. Ты посмотри, посмотри, что делается. Есть? Она есть. Ну, добро. Приемного аппетита. Мачну. Наташа, как это? Наелась пивом? Да. Восхваляет людей, которые сидят от нас немножечко в этой стороне. И они уже столько съели, им снова привезли порции. Я просто хочу им похлопать. Они в хорошей форме, очень сильно. Им уже третье блюдо привезли. Они ели тартар? Они зараз ели тартар, а это как аперитив. А там такой тартар, что они реально... Объясни, что это? Это сырое мясо, да? Тартар это свежее мясо или свежая рыба. Сверху должно быть разбито желток. Яйцо тоже свежее. Но оно было очень большое. Очень большое. Это просто полноценное... Ну, это просто мои герои. Это просто мои герои. А то б я тоже начала ныть насчет тартара. Мы у нас супчики, ждем нашу рулечку. Тоже интересно. Медленно. Прошу, пожалуйста. Дякую. И подожди там туда такой тарелочек. Да, да, две. Да, обжарки. Ага, две тарелочки, да? Ну вот наша рулечка. О, так она здоровая. И на подушке из капусты тушеной. Давай фельдчик заберу. Тушеная капуста. Это горчица и, наверное, какой-то соус. Какой я не могу понять пока. Сейчас узнаем. Хрен. Зачем я это сделала? Хрен. Так, ну, Наташа, наверное, как-то... Ну, заразь пронесет на мать, а мы решили. Хотелось, чтобы ты разобралась. А, тут косточка, да? Ну, косточка, рулька же это. Ага. А, точно. А, мы же в Праге ели, а ты еще с косточкой доедала. Да, да. Если я даду эту фотографию, можно я ее ставлю? Да. Хрен. Вот это рулька. Можно я вам хлебчик переложить? Да, да. Перекладываем. Хлебчик. То есть, еще раз показываю название ресторана Чопске Ядло. Хлопске Ядло, да? Хлопске. Ну, селянский, наверное, да? Ну, хлебчик тоже очень вкусный. Я свой съела, и огурец свой съела. Это Наташа. Ну, я скажу так, и я супом очень довольна. Я им наелась. Ну, вот мы немножко посидели. Где-то минут 20, не больше. А я, скажу честно, я пивом наелась. Я как наелась пивом, что я уже... Ну, ничего, рулька небольшая, но двоих как раз нормальная. Я думаю, что на одного тоже прекрасного. Ну, мы же поделимся, я надеюсь. Ну, надеюсь, я надеюсь. Так, ну... Ой, слушай, она мягкая. Ну, давай сейчас всплыем. Боже, какой цвет. А ну, сейчас... Ой, 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 как это должно быть вкусно. Она вообще от кости должна отпадать. А давайте попробуем сразу вкус. Подожди. Кусочек. И не будем томить наших телезрителей, которые, я надеюсь, покушали до того, как посмотреть видео. У меня слюна пошла. Кстати, насчет супа хочу добавить, что мы сейчас в августе, да? А были в июле. И все-таки вот журики, они на втором месте. Все журики, которые мы ели. Вот этот грибной суп, он самый вкусный. Просто безумно вкусный. Ну, журик, он простой. Он реально просто так. Я себе все возьму. Ладно, да. Не буду. Давай. Отходить долго от кассы. Я очень надеюсь, что сейчас ты просто скажешь... Ну, сейчас посмотрим. Да, свое честное мнение. Как в холодце. Когда холодец варишь. Крен уже понюхала. Ну, что? Как? Это вкусно. Очень вкусно. Это реально вот как в холодце варится долго, томно. Ммм, с шкурочкой. В общем, мы сильно рекомендуем, да? А ну, капусточка, капусточка. Да? Ну, давай. И как? И как? Ну, капуста немножко другая. То видео я оставлю в описании, которое мы пробовали. Капуста, она, как она, припущена, чаяпуна. Ну, это квашеная. Ага, понятно. Это тушеная квашеная капуста. Ты же сможешь. А ну, хренчик можно? Да, обязательно. Борзый хренчик. Ну, ты его только уже, по-моему, нюхнула и сказала, что он может быть горзым. Хороший хрен. Хороший, что? Хрен. А, действительно, почему у нас всегда он красного цвета в банке? А у нас тут привыкли с буряком. А, с буряком. А, с буряком. Что там справляться? Что там справляться? Да, ну, и что, наверное, я и присоединюсь к Наташе. И надеюсь, мне тоже достанется вот эта вот красота. Это... Не, рекомендуем вообще. Да, рекомендуем. Краков. Ну, на одного это будет. Какой адрес? Градска. Градска 9. Градска 9. Что обязательно смотрите все видео, не только про еду, вообще про Краков и про Эмираты и про Киев. Ставьте лайки. Нам просто будет приятно. Ну, вы же смотрите сейчас. Ну, поставьте лайк. Пожалуйста, ну... Было бы очень неплохо. Ну? Скажи, Олечка, свое мнение. Оно тает на рту просто. Скажи? Она сказала, ну... Мы не хотим обидеть Прагу, но пражская рука была ни о чем. Это просто тает. Это же есть не нужно. Я засуну в рот, она просто там... Это... Что чудо какое-то? Честно, вот, я, наверное, такого мяса не покупала. И по вкусу очень хорошо, и соль, и спец. Ну, может, специи там не особо, но... Очень-очень вкусно, да. Смотрите, это вот именно на моей тарелке, на Наташиной еще осталось сколько. Ну, да, и вот там... Если вы не под косточкой еще мясо... Не большой такой крупный мужчина, можете брать на двоих смело. Ну, конечно, в случае, конечно, попробуйте. Ну, тут деруны, если мы его видели там на соседнем столике, там просто лапать, лапать деруна, и он еще с мясом. А голубцы, так это точно тоже... Ну, порции, порции большие, достойные. Так что, приятного аппетита. Наташа уже еле дышит. А, ты снимаешь? Славь из май. Ну, вот еще осталось. Народа, поставьте лайк, когда Наташа будет сейчас ее доедать. Весь крем, да? Нет, весь крем не надо. Вот она вот, возможно, возможно. Я не обещаю, что это вот косточку сейчас Наташа будет обладывать. Ну, я бы с удовольствием. А это неприлично, да? Нет, прилично. Я обожаю косточки. Давай, ты готова или отдохнешь? Нет, нет, сейчас нет, я отдохну реально. Что, сейчас Наташа отдохнет, мы включимся, Наташа показывает, как... Да, подожди. Покажет, как, как. Мастер-класс, да? Да есть всю рульку полностью. Ты что, без остатка? Что, да. Готова, я не понимаю. Я кого-то на аппетит. Если бы я была на Одинце, дома, сама, я бы все это расправилась... Так и каждый нормальный человек. Ну, чем ты меня так быстро снимаешь? Ну, чтобы видеть, как это... Чтобы видеть твои зубки, да? Чтобы видеть твоего лица, которые не влазят в камеру, да? Ну, пока влазит. Пока влазит. Ну, смотрите, как просто нужно расправиться с рулькой. Наташа просто защищает кусочки. Я думала, ты возьмешь косточку и грызешься в нее. Да поджигай. То есть, еще есть шансы, да? Есть шанс. Есть порох в лице, да? Ну, по-любому. И что-то там еще. Да, где-то у кого-то в ягодицах. Наташа тяжело дышит, но справляется. Очень-очень тяжело, но справляется. Кстати, сейчас покажу. Смотрите, зал уже полный. Мы пришли, было где-то, ну, может, пять столов занято. Сейчас просто полный. Люди едят рульки, люди едят вкусности. Мои герои, которые слева от нас уже справились просто. Тарелка там на четырех человек. Все съели. Это, ну, молодцы. Сейчас я пометаю, там девять вареников. Рулька, пив курки или четверг курки. И потом, и что еще? Ну, там было много. Там было много. А вы были смачные. Ну, вот, скажем так, пока ты, наверное, лучший ресторан в Кракове, где мы были. Наташа отказывается есть рульку руками, потому что говорит, она к людям лицом. Но если ты пересядешь на мое место, ты в нее... А если к людям попой, то нормально, да? Грызешься? Сейчас, подожди, подожди. Нет, дело в том, что у меня такое двоякое чувство. Я вроде объелась, а вроде не объелась. Вот, поэтому вот как-то... Ну? Никто не едит кости. Не едят, не едят никто кости. Понимаешь? Ну, да, понимаю. Все намазывают смолец. Все намазывают смолец. Мы не едим смолец, но мы едим кости. Народ, это лайк. Вкусно, денежка. Хочу сказать, смертельный номер, но, слава богу, кожу смертельный. Вкусный номер. Самый вкусный, когда уже догрызаешь хвостик рыбки и вот такую вот косточку уже. Да? Ну, вот такой кайф у Наташи. Сок высосать. Как же это вкусно. О, я испытаю. А как вас звать? Звать... Нейм. Юлия. Юлия. Прием. Прием. Нам такую штучку дали. Мы хотим забрать хлеб. Мы хотим этим хлебом. Потому что он очень вкусный, вкусно пахнет. Ты, ну... Зачем вообще покупать хлеб? У нас колбаска есть. А вот смотрите, что у нас здесь осталось. Ничего. Хрен еще забрали. Смайлик. Это мое. Они еще там. У них номера. Еще какой-то номера отелей здесь, да? Да. Смотрим, вот это чопские хлопские ядла. Тут много людей. Все классно. Так, сейчас выйдем и покажем вам адрес. Вот так вот идти через такой красивый переход. И здесь тоже рецепция, смотрите. То есть какой-то отель здесь находится. Ну, это резидент. А по-моему, здесь люди живут. Лифт. Люди живут. Ну, да, центр. А может, ты ошибаешься? Вот, да. Все правильно. Резидент. Отель Резидент. Троечка. Ну, у них, конечно, весело. Да, у них там весело. Играет музыка. Ну, как бы... Ну, друзья мои, вот вам третий отель. Так что кому надо, может, и посмотрите. Так. Итак, вот он. Гродска, 9 сейчас. Подождите. Это самая оживленная центральная улица. Вот она, Гродска, 9. И хлопские ядла. Вот оно какое. А вот прямо, буквально в двух шагах, это центральная площадь. Да, центральная площадь уже. Так что вот такое сегодня видео было вкусное. Мы покушали. Мы довольны. Хоть и много людей, но как-то быстро приносились. Да, мы рекомендуем. Все классно. Мы довольны. На это. Да, наша официантка звали Юлия. Тоже приемная девчина там была. Так что идем гулять. И дальше, ну, вы с нами, надеюсь. Так, делайте. Спасибо.